Я уже на валерьянке. Раз, два, три, четыре. Так, дети, только не прыгайте в лёд, он ещё не крепкий. Вы утонете. Я-то уже на нервах. Термометр уже показывает 17 градусов. А представьте, что может быть это, как это, боевая тревога. Вообще минус 10 вообще-то, а мне отключили отопление. Нам гостиницу оплачивает страховка в этих, в случаях таких, форс-мажорных. Что вообще происходит в этом мире? Что там ты смотришь? Что ты оглядываешь? О, надо успокоиться прям. Хляпнуть немножко. Люмча, ты представляешь, какие у тебя подписчики? Подарок? Да, это тебе подарок. Передала соседка. Подписчица твоя. Говорит Люмису, привет. Я вам всё принёс, передал тебе. Будем распаковку делать. Будем? Ты рад? Конечно, ты рад. М-да? М-да? Покажи свою радость. Ну, негодяй мой, иди сюда, посмотри, что тебе подарили. А ты там будешь вообще пить эту-то воду? Ну, иди сюда. Алло, ты боишься, что ли, фонтанчик? Ну, скажи мне, смотри, какой фонтанчик у тебя. Ну, давай, Зая, не бойся. Ну, водичка вкусненькая, ты боишься? Ну, всё, я. Ну, что ты мяу? Нормальный этот фонтанчик тебе всегда с проточной водой будет. Или тебе отнести его в ванну, там, где ты привык. Ну, пошли тестировать. Ну, это же прикольно, Зая. У тебя фонтан, ты бояшка такая у меня, что ли? Ну, пошли, не бойся. Смотри, как он там этот сейчас. Ну, немножечко не хватает этого шнура. Если бы была розетка внизу, было бы классно, да? Ну, ничего, надо что-нибудь потом будет придумать. Ну, ты будешь бояться, а? Попробуй. Ну, Заша, ну ты же весь в папу. Ты же любишь эксперименты. Ну, что, у нас утро следующего дня. Мы уже попили из старого. Мы готовы пить откуда угодно. Только не из этого, не из фонтанчика, да? Скажи мне, мой друг. Вот вкусно, да? Ой, вкусно. Свеженькая. Свеженькая из душа после папочки, да? Ой-ой-ой. Вот это любимая. Это любимая прям. Ну, боится. Ну, пускай постоит пару дней. Может быть, недельку посмотрим. Ну, начнет пить, так начнет. Не начнет. Я думаю, что моя любимая подписчица Рената, которая соседка оказалась, кстати. Не обидится, если мы подарим куда-нибудь какой-нибудь дом нуждающихся котов, у которых нету дышевой своей, где можно пить. Это пипец. Хлыщет и хлыщет. Так, привет всем из снежной Риги. Снеригу засыпало по полной, по полной. Как говорится, мамма миа. И скользковато. И не хочется же упасть. Иду, знаете, с такими мелкими шажками такими. Так, дети, только не прыгайте в лед, он еще не крепкий. Вы утонете. В старом центре. В тихом центре. Видите, где посольский район, как почищены все тротуарчики. Не то, что у нас. Я сегодня с утра проснулся. И знаете, с чего утро у меня началось? Соседи в домовом чате. Почему снег не почищен? Почему почищен только с одной стороны? Ну, он переезжает в тихий центр. Здесь живут богатые люди. Мы простые люди. Мы живем в дальнем центре. Что вы хотели? А наша компания пишет, ну, не успевает же со всех сторон чистить дворник. Я не понимаю предназначение вот этих вот блокадов. Глюда снова до Сега. Ингрида Забина. А, понятно. Понятно теперь. Видите, внизу написано. Подпишите так, чтобы можно было прочитать. Что-то национальный узор. Так, что это у нас? Это Латвийский университет. По-моему, это был раньше медицинский факультет, антропологический. Что-то там такое. Вот это вот морг. Там студентов учат. Смотрите, трамвайчик едет. Ма-цы-бу. Ма-цы-бу. Это он учится. Ну, учись, учись. Я не буду сейчас перебегать. Ха-ха. Красиво, красиво у нас тут. Там уже вот начали строительство. Видите, напротив порта там будет две гостиницы. Две гостишки будут. Уже начали там бурить, наверное. А здесь музей. Музей открылся. Надо, может быть, как-то зайти. Хотя у меня вот эта вся анатомия, знаете, вот эта вот не очень. У меня там эти кишки, всякие органы. А так хочет попасть в учебный трамвай. Уехал трамвай без тебя, видишь. Дождись другого. У нас у Рижан есть такой жизненный анекдот, что это вообще-то самая любимая погода Рижской думы, потому что, когда снег засыпает улицы, то на них никто не залывается, потому что их не видно. А на вопрос, а снег убрать? Они всегда отвечают, а зачем убрать? Он сам уберется, растает. Это же снег. Латвийский банк. Казармы. Здесь хотели. Фулман. Фулман 4 звезды, либо 5. Уже не даже нет, наверное, 4. Для 5 надо бассейн, там нету бассейна. Резиденции всякие. Вот тут вот здесь вот, старый город. Так, ну раз я уж попал на годовую 2023 года премию латвийской архитектуры. Давайте посмотрим, что тут у нас представлено. Ола Foundation Building Complex. Ну, по имени сразу что-то понимается, что это швед. Ола. Так, Reconstruction of Library. Какую library? А где это она такая? Это в Риге такая library теперь. Да, смотрите, еще там не было. Господи, что там у нас случилось? Ой, так, The Learning Center with the solar roof in Marupe. Школа. Так, доктор Мауриня клиника. Это там у него, по-моему, на Вене делает операции. Огресс Валсгейм Лазе. Красивая. Смотрите, какая современная. О, там стадион какой внутри. Смотри, спортсменов будем готовить олимпиадников. Так, Царникавская начальная школа. Ну, что так? Так, Адашская Уденсроза. Уденсроза это лотус. Да? Не очень мне на лотус она как-то похожа. Так, Марубская музыкальная и школа искусств. Переоборудование. Можно было и повеселее сделать. Так, административные здания. Переоборудование, переоборудованные в жилой дом. там везут наших всех этих важных персон. Так, это Рижский цирк. Крыша красивая, но рядом дома портят весь вид. Их тоже надо реконструировать. Клец экос пар туризмами. А, Клец это там, где хранят вот эти все виллы, грабли, сарай. Сарай? Да? Их переоборудовали в для туристов жить. Ну, хорошо. Туристам радуют. Так, в Елгове переделал старый квартал. Так, Ренессанс здания. А, это я в видео показывал это здание про Московскую улицу. Кто не смотрел, посмотрите. в Мару. Ну, Мару у нас хорошо развивается район около Риги. Там аэропорт, он приносит очень много денег туда. Все рижане, ну, не все, но много рижан туда убегают, потому что там спокойно, хорошее жилье есть, знаете. Поэтому в Риге сейчас в центре, конечно, жить, особенно если семья, это вообще очень тяжело, потому что все в пробках, все стоит из-за строек, реконструкции. по-моему, вот это вот выиграло. Положили новую тротуарную плитку около Дайлас Театра, и они, по-моему, выиграли. Я могу ошибаться. Так. О, смотрите, какой. Хаус. Мобайл павильон. Звайк, знаю, купс. Ну, ладно. Timber офис билдинг ин Лизунс. Это офисное здание из дерева. Экологично. Так, магазин Элви. Видите, опять Мару. Видите, как Мару повсюду переставляется. Мару это очень популярно. Я говорю, слушайте меня. Так. Такая очень скандинавская архитектура к нам приходит. Видите. Так. Тут у нас какой-то Густав бизнес-центр. Новое здание тоже. Так. Трецепицы променады. Да, я там был. Там надо я как-нибудь туда еще раз съезжу, вам засниму. Там очень хорошо сделали. Мне понравилось. Так. Экспозишн хаус телс. Что вам говорит ваш дом? Так. Ну, это что-то непонятно, что тут магазин что ли сделали. События тоже мне. Так. Валмиера с Куртова. Ага. Какой-то зал. Значит, да. Так. Ладно. кот в мешке. Местное производство пива. О, вот этот ужасный ресторан. Три повара. Как тут было невкусно однажды, когда я был здесь. Так. Казармочки. Наши казармочки. Ну, а тут у нас все паблики шумят, гудят, потому что бывший мэр Риги, который попался на каких-то внеплановых, назовем это так, поездках на чемпионат мира за бюджетный счет. Пороховая башня. Его назначили внештатным советником министра обороны. Но с учетом того, что он превратил Ригу, даже страшно подумать. Группа туристов дает типсики за экскурсию. Министерство образования и науки. Я здесь получал все удостоверения познания латышского языка. А тут у нас торговый пассаж. какой-то тут арт-галерей. Что-то новенькое такое. Креативная комната. Очень креативная женщина в металле. тут у нас какая-то маленькая улочка Маза Смилшу. Да, Маза Смилшу. Скандально известный ресторан Монтероса, который решил закрываться, но потом все просто так его умоляли. «Нет, не закрывайся, пожалуйста, вы должны быть у нас, мы вас так любим». Они сказали «Нет, мы не можем бросить своих клиентов, мы остаемся». Клиентов что-то я там внутри не вижу. Я, конечно, не знаю так особо, может быть, это какой-то family business, этот ресторан, знаете, но старый, что-то внутри старое такое, как-то не вывесочку новую не поменяли. А что хотели? Почему вы думали, что вы переживете все эти кризисы? В кризисе надо меняться, в кризисе надо придумывать новые концепты, развитие новое. Рестораты вообще говорят, что рестораны это на три года. Это на три года. И все, и надо снова менять. Это не Макдональдс. Люди пришли, поели, пару раз ходили, они там, знаете, по десять раз в один и тот же ресторан не будут ходить. Потому что зачем ходить, если каждый месяц открывается какой-то новый. Зачем это надо? Так что надо меняться с жизнью, адаптироваться. Там сидели два бомжика, выпивали. Я как раз иду и один такой брат за твое здоровье. Короче, за меня выпили даже местные ребята. Что там ты смотришь? Что ты оглядываешь тут там? Вот я балда. Шел специально, я хотел купить косметику Дзинтерс. Я помню, что тут был их магазин, они уже закрылись, и тут какой-то тату пирсинг. Ясно? Короче, все надо теперь покупать онлайн. Я вот не люблю онлайн покупать. я люблю потрогать, почувствовать, осязать. Мне должно нравиться, как эта баночка выглядит, понюхать, тем более, там, если это какие-то косметические средства, да, попробовать. Но чувства нас лишают. Господи, как тут пройти? Знаете, самый прикол, что они такие скользкие, так они улиц еще под наклоном. Тут вообще просто акробатизм такой можно научиться. Ну что, меня поставили на место. Хожу сюда очень давно уже. Это центр кинезиологии. Вокс на Бривибах. Друзья мои, этот день просто фантастич какой-то. Я сегодня сходила. Я уже на валерьянке. Да, папа на валерьянке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Я сходил. Вернее, нет, я не сходил, я написал сначала. Я все-таки уже чайник готов был купить, понимаете, все. И пишу им, говорю, вот, я собрался мыслями, я собрался деньгами, я готов купить чайник. Они говорят, пришли нам максимума уздевумс. Я даже загуглил, что такое максимума уздевумс. Это платежное поручение. Я говорю, я покупатель должен вам составить какое-то платежное поручение, чтобы купить чайник. Что вообще происходит в этом мире? как мы дожили до такого, что ты на интернете, я на интернете захожу, это чайник, все, я уже нажал, зарегистрировал, там, мне пришла, ответ отбил, что окей, мы с тобой скоро связемся. И они связались, они говорят, Феликс, что-то спасибо вам, пришлите нам максимума уздевумс. Максимум уздевумс. Платежное поручение. Как мне делать это? Откуда я, простой человек, знаю, как мне сделать платежное поручение? Но это не самое страшное. Вы знаете, почему я сейчас наливаю? успокоительное. Я лежу, и мне становится реально холодно. Знаете, вот с окна как-то дует вот так вот. Да, я лежу тут, но этот со мной тут, ну, телевизор смотрим. И холодно, и холодно, я подхожу, а я, знаете, ну как, я на полную катушку я никогда не включаю радиатор. Они у меня всегда как бы там вот, если вот так вот по полной, то они у меня вот так. я подхожу, очень холодный радиатор, я думаю, ну ладно, открою, типа, напомню, я не знаю, что там это случилось, а я смотрю, что труба, она вообще холодная. На улице минус 10, сегодня вообще самая холодная ночь должна, вот, сейчас быть, она вообще минус 10 вообще-то, а мне отключили отопление, отопление, а у меня все уплачено, между прочим. Я пишу в этот, опять, у нас сегодня просто день чата с соседями, я говорю, соседям, я единственный, у кого нет отопления, может быть, и знаете, такой только чат, я только что посмотрел, у нас тоже нету, и все такие, у меня нету, и у меня нету, вы что там, вообще, что ли? Представляете, если бы я не заметил, ну, а дальше, я звоню этому нашему управляющему, они, естественно, не отвечают, потому что на дворе ночь, сколько сейчас время, сколько, 10 часов вечера, представляете, на ночь отключили нам отопление в доме, вообще, просто, я вообще в таком шоке, так, о, надо успокоиться, прям, хляпнуть немножко, вот, и представляете, что, ну, соседка вызвала аварийную службу, ждем аварийную службу, надеюсь, что она, конечно, быстро приедет, нам все это починит, потому что это просто певец, без отопления, там так холодно на улице, это жесть, меня так оставить, подвезти, капля, это ладно, это мне доктор прописал, кинезиолог, лечусь, буду лечиться, помогает, кстати, видеть, я два года к нему не ходил из-за поездок всех своих, но сказал, что паразитов нет, это самое главное, значит, у Люминуса тоже нет, вот, но грибки, грибки, где-то там, я знал, я знал, я знал, что в Испании, я просто это чувствовал, что когда пошла хавьеровская плесняга по всем стенам, я сразу, у меня сразу появился кашель, я сразу почувствовал, что эти микроспоры, они проникли в меня и начали меня разъедать, потому что у меня появился кашель, вот такой вот, этот кашель вообще, который до сих пор не проходит, он, конечно, уменьшился, после того, как я в Швецию переехал, да, потому что в Швеции хотя бы есть отопление, а в Риге уже нет отопления, уже даже отопление отключили, пипец, короче, и мне это все начало, ну, развиваться, знаете, он все проверил, но я раньше пил, а не как бы там, просто не до конца убил я их, ну, сейчас буду убивать, говорю, все убивают, там, где эта аварийная служба? Тайя-то уже на нервах, термометр уже показывает 17 градусов, а представьте, что может быть это, как это боевая тревога, а, вот так вот, вот интересно посмотреть, вот без отопления, вот, я надеюсь, конечно, починят, а если не починят, это что делать-то, а? Сколько мы протянем, там, кота мне жалко, я-то ладно, я-то под одеялом там согреюсь, я прошел школу испанскую, меня уже ничего там, знаете, это вам, я спал, в чем я там, в потопе, с промокшими стенами, окнами, под тонким одеялом, вы все это, все видели, кто не видел, посмотрите испанский сериал, вы просто офигеете, ваши мечты о прекрасной испанской жизни разобьются в пух и прах просто, а сейчас, видите, это злой рок, это злой рок, представляете, представляете, уже 17, уже 16, нет, я его держу, и он поднялся до 19, надо его не держать, надо не держать его, а ты, а ты, что ты начал бегать, такое весь, а? Нам надо, что-то это думать, ну ладно, мне страховка есть, мне же есть страховка, если вдруг что-то, я это могу, в гостиницу переехать, быстренько, нам гостиницу оплачивает, страховка, в этих, в случаях, таких, форс-мажорных, тебе бы лишь бы играться, ты что, не понимаешь, что 15 градусов уже на этом, ну, ладно, это была, наверное, учебная тревога, снова пошло тепло, не прошло, и 15 минут, ну, если честно, вот знаете, я немножко так это, как бы сказать, жим-жим, ну, реально, жим-жим, а прикиньте, вот так вот, хиракш зимой, ситуация, да, в нестабильном нашем, хрупком мире, и хиракш, и нету подачи, отопления тебе, никто не починит его, несколько дней, а может быть и не дней, эти 15 минут, перевернули мое сознание, надо что-то делать, так, люминус, ты можешь мне ответить на вопрос, почему ты разодрал себе нос, но там, где усы, почему, зачем ты разодрал тебе нос, скажи мне, ну, что такое, ну, что ты такой сейчас, красавчик будешь, что ли, с разодранным носом, ну, пипец, ну, пипец, пипец, пипец,